Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришин. Ну вот последние дни поступают новости ИО об Анастасии Заворотнюк. Значит, вот вчера буквально была новость о том, что она может дать интервью Малахову, и это может состояться на базе ее дома, потому что ее берегут от коронавирусной инфекции. И вот буквально публикация час назад, значит, друзья боятся реакции Заворотнюк на слухи об изменах мужа. Я акцентирую сразу внимание не на изменах, а на слухах, на слухи об изменах. То есть слухи, которые ходят в информационном пространстве о том, что Петр Чернышев мог пока Заворотнюк, так сказать, проходило лечение, иметь какие-то интрижки на стороне и так далее. Слухи такие были. Желтуха публиковала такие. Значит, вот издания вот такого цвета публиковали такого рода информацию. И вот близкие опасаются, друзья опасаются, что, собственно говоря, вот такие вот слухи, которые могут дойти до Заворотнюк, когда она, так скажем, начнет общаться с людьми более, так сказать, ну вообще в принципе начнет общаться, да, так скажем, могут ее достаточно сильно травмировать, потому что это лишь слухи. И все видели, как Петр Чернышев там переживал действительно, и когда люди не спрашивали ничего, но он подкатился там на льду и опустил голову просто, потому что не мог смотреть в глаза людям, ужасно похудел, переживал и так далее. Послушайте, что пишут. Близкие 49-летние актрисы Анастасии Заворотнюк, которые продолжают бороться с раком головного мозга, обеспокоены слухами по поводу поведения ее супруга, фигуриста Петра Чернышева. СМИ приписывают ему многочисленные романы, которые Петр якобы крутил, пока жена была на больничной койке. Никаких подтверждений неверности Чернышева до сих пор не представлено, и тем не менее, друзья сильно опасаются реакции Анастасии на подобные новости. То есть, нигде он ни с кем ничего не крутил, никто ничего не доказал, никто ничего, так сказать, путнего там не написал, действительно, ну что это было, да. До этого и не могло быть, в общем-то говоря, действительно, люди любят друг друга. Но близкие друзья опасаются реакции. Одно время в светской тусовке усиленно ползли слухи об интрижках Петра Чернышева при лежачей звездной супруге. Многие в куларах шептались, что Настя уже не жилец, пишут, а Петя со своими сексуальными аппетитами не прочь развлечься, рассказывает клинический психолог и сексолог Елена Перелыгина. То есть, это не кто-то, не какая-то желтая газетка написала это, рассказывает нам клинический психолог, сексолог о том, какие были в светской тусовке слухи относительно Заворотнюка Петра Чернышева. По словам специалиста, даже если измены и были, Чернышеву не стоит за них осуждать. Представьте, ну как такие можно делать заявления на фоне вот того, что происходит у людей? Раз удовлетворить своей сексуальной фантазии с законной супругой возможности нет, и можете себе представить. Нет ничего предрассудительного в том, чтобы сходить налево. Ну чем вот она отличается от издания вот такого цвета? Елена Перелыгина считает, что это совершенно не говорит об отсутствии любви или близости. Мужчина лишь удовлетворяет свои физиологические потребности. Сама доктор в измены Чернышева не верит, но говорит, что сплетни об этом могут плохо сказаться на состоянии Заворотнюк. Значит, я переживаю, что выйдя в свет, Заворотнюк может получить много лишней тяжелой информации, которая послужит серьезным ударом по ее неокрепшей психике. Скорее всего, она столкнется с известиями от, в кавычках, доброжелателей, об адюльтерах супруга. Насколько эта информация правдива, никто не знает, а ее влияние вызовет тяжелую травму в душе актрисы, сказала Перелыгина в интервью газете «Собеседник». В связи с этим она советует близким тщательно подготовить Анастасию к выходу в свет. Нет, самому же Чернышеву следует везде сопровождать его «прекрасную няню» в кавычках, не допуская, чтобы к ней просачивалась запрещенная информация. Впрочем, сделать это будет не так просто, учитывая плотный график фигуриста. Вы знаете, я с двояким чувством это читаю. С одной стороны, в начале статьи было ощущение, что это Елена Перелыгина, клинический психолог и сексолог, она что-то говорит такое во благо, что называется, но потом, когда она начала рассуждать о том, что если бы он, то это ничего, как-то это все уже уходит в сторону того, что она и, в общем-то говоря, осуждает. Вот эти вот слухи об изменах. Вы знаете, мне кажется, что понятно, когда человек проходит курс лечения довольно длительно, он выпадает из жизни, и слухи могут быть совершенно разные. Но, вы знаете, на то, наверное, и говорят, когда люди женятся и в счастье, и в горе, что, в общем-то говоря, вы знаете, говорят, легко быть вдвоем в счастье. Когда счастье, проблем нет, все окей, да? Но когда слишком много счастья, тоже могут проблем возникнуть. Но вот когда горе, тогда, конечно, когда трудности, когда что-то еще такое подобного рода, тогда вот и проверяются чувства, тогда и становится понятным, что люди могут выдержать, что люди не могут выдержать в жизни. В данном случае я могу сказать, что, учитывая, сколько времени уже прошло, и учитывая, так скажем, то, что я видел, я могу сказать, что Петр Чернышев – это человек, который действительно любит свою жену. И, вы знаете, в каких-то там светских тусовках могут слухи, конечно, ходить, и, может быть, это там они друг другу передают, какие-то кто-то кому-то рассказал или что-то еще. Но я убежден, что это глубоко личные семейные дела, и мне кажется, не стоило вот клиническому психологу, тем более сексологу, специалисту высказывать, рассуждать на эту тему. Она, безусловно, имеет на это право, как и любой другой человек, имеет право рассуждать и высказываться там, так скажем, на любую тему, да? Просто, вы знаете, мне кажется, что если мы действительно увидим Заворотнюк Анастасию, и мы действительно услышим интервью с ней, мне кажется, это будет сделано с предупреждением того, кто будет брать это интервью, а то информация, которую Анастасия Заворотник получала за это время, да? Думаю, что, конечно, ее ограждают от большого количества информации, для того, чтобы она сконцентрировалась, наверное, на излечении, на состоянии здоровья, они мотали нервы там всякими, как вы помните, в самом начале было, когда пытались там в больницах подкупать и медсестеры, всех лишь бы там получить фотографию, которую потом обмусоливать и показывать. Поэтому, конечно, интервьюер будет предупрежден, и думаю, что вот этот процесс, так скажем, вовлечения Анастасии Заворотнюк, дай бог, который пойдет и там усиленно поправку и выздоровеет, да? Никто не говорит, правда, о полном выздоровлении, ну, как это говорит, ремиссия слова, что ли, да, называется, когда у человека онкологические заболевания, вот у него как бы состояние, ну, стабильное, что ли, так скажем. Я думаю, что, конечно, будут понимать, что ей говорить можно, что говорить нельзя, дозировано как-то ее социализировать и так далее. Поэтому не думаю, что, так сказать, Анастасия Заворотнюк, Петр Чернышов возьмет под ручку и поведет, так сказать, в какую-то светскую тусовку, где все вокруг нее вот так сядут, это вот со слов этой дамы, да, и начнут потихонечку, так сказать, вливать в уши и о том, как ее муж, пока она болела, так сказать, ходил там налево или направо. Ну, абсолютная какая-то глупость даже, я бы сказал, но тем не менее, как мне кажется, вот здесь рациональное зерно, знаете, в чем заключается? В том, что действительно огромное количество информации, которая существует, оно действительно может сказаться на психике Анастасии Заворотнюк. И вот в чем права эта дама? В том, что стоит действительно быть близкому человеку рядом с ней постоянно, когда она, если она начнет действительно выходить там в свет, давать интервью и так далее, или даст интервью одно там. И как-то вот в этом смысле вот эти слухи все, да, не то, что пытаться развеять, а просто-напросто делать так, чтобы человек понимал, что это слухи и не более того. Потому что если пытаться развеивать слухи, то это только их усиливает. Единственное, самое лучшее, что можно сделать, просто их не замечать, потому что это не что иное, как слухи, и на слухи соответствующим образом нужно реагировать. Пишите, ребят, ваши комментарии, что думаете об этом поводу вообще. С вами был Будда Гришна, подписывайтесь на мой основной канал, на котором мы сейчас находимся, на канал о саморазвитии Будда Гришна Live. И добавляйтесь в Инстаграм, Будда Гришна, нижняя подчерка, не афишивал. Будем дружить. Всем пока, ребят, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok